Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Смотри, получаем мы информацию, как войти в инфодайвинг, что надо пройти, чтобы получить сертификаты, работать и так далее Но это один тип вопросов, второй тип вопросов я тоже так хочу, как и вы Вот научиться уметь так, как вы Потому что человек садится там вечером, слушает, там задает вопросы нам Вот раньше была возможность вопрос-ответ задавать нам вопросы И когда он слышит ответы, он понимает в яблочко Но как они это сделали, непонятно Ведь человек находится в другой стране Даже иногда бывает, что пишет полменяя, а ему отвечают так, как отвечают именно ему Понятно, что ты виден насквозь И у человека возникает вроде как желание Я тоже так хочу научиться Интересно живеть Да, интересно И в то же самое время, а где система? Три блока прошел, инициации получил Деньги заплатил, святой сертификат получил И все, побежал инициировать дальше Ну, космоэнергетика, рэки и так далее Потом тех же самых саентологов взять Да, там тоже прошли какую-то тему Деньги оставили Обучение прошли по уровням Определенного уровня мастера достигли И все, побежали То же самое, кстати, у масонов один в один Точно так же По ступеням образовательного процесса идет Только в инфодайнике ничего этого нету Во всех религиях есть А инфодайнике религия И к религии не имеет никакого отношения И здесь ничего нету Так даже возьми эту школу, то же самое Там есть система Здесь нету системы И люди на самом деле зависают Ой, я тоже так хочу, а с чего начать? Тык открывает, а там 700 курсов И куда тыкнуться, да? В какой? На самом деле, да Даже с самого простейшего Там пришли вот вчера доход и деньги, да? Вот они тыкнулись, пришли Кому-то легко зашло, кайфно И пишет, офигенно А есть те, кто пришел впервые Так, а я ни черта не чувствую А как у меня будет визуализировать Мечтать, представлять А это все не работает И таким образом Мне вчера понравилось Там даже написали в чате А вы начните с разницы между гипнозом И инфодайником Есть обучающие программы На эту тему То есть более простых заходов Мы, кстати, поставили простой заход Первый заход в инфодайнике Это разворот к себе Вот эта программа стартует в сентябре Те, кто вот ждут, как войти в инфодайник Вот есть возможность Разворот к себе Вот, пожалуйста Это возможность Это реальная возможность Потому что она вряд ли скоро повторится И она останется в записи И человек точно так же будет тыкаться И искать это Но на самом деле Это действительно ведь так С этого и начинать надо Разворот к себе Ну, конечно Это вот прям самый вход Как раз Если вот возможность Пожалуйста, входите Ну, дело в том, что В инфодайнике по-другому не войдешь Если ты не развернешься к себе То ты будешь идти от себя Это, в общем-то, самое примитивное А для того, чтобы развернуться к себе Парадокс Человек в зеркале видит себя Идет в зеркало Но при этом-то он от себя уходит Его внимание от себя уходит И таким образом Вот все эти искажения Которые приняты в экстрасенсорике Которые приняты в науке Где угодно В религии Они все в инфодайнике Как-то отваливаются Потому что ты четко держишь Внимание на себя На чувствование себя И уходишь в свой внутренний мир И учишься замечать Как твой внутренний мир Отражается Твоей наружной действительностью И практика зеркала здесь в помощь И вообще куча практик Которые мы оставили в открытом доступе Здесь в помощь Опять-таки заблуждение Я сделаю эти все практики И я смогу так, как они Нет Вы, конечно же, что-то сможете Но не так, как вы Дело в том, что практики Они все на поверхности Вот представьте, вы в океане И вы глиссируете по поверхности И говорите Я могу точно так же И в глубинах океана А в глубинах океанов Глиссировать не получится Там совсем другие подходы Другие осознания Другая система ценностей Другая система знаний Другое мировосприятие И по мере, как вы углубляетесь В свой внутренний мир В глубины себя Вы становитесь другим человеком Ваше сознание расширяется Ваша ответственность меняется Ваши отношения меняются Ваше положение и статус меняются Все меняется полностью В соответствии с тем Какой вы есть на самом деле Насколько вы целостны Вот И поэтому Вот этот блок Три сосны Он и закончится Почему три сосны? Потому что В трех соснах нельзя заблудиться Вот хочешь Прийти в эти состояния Вот Шаг раз Шаг два Шаг три Вот там три курса стоят Вот И приходим мы к целостности Последний блок Это Когда мы полностью Соберем человека Целостным Насколько Может позволить Эта психика Вот в этом вот Маленьком пока Варианте В котором он находится Потому что Если мы говорим Дальше о силе Если мы говорим Дальше То целостность Уже будет Большая целостность Это уже силовая часть Другая Это другое эго Другой ум Другое высшее я Это другое развитие Да Эти вот три курса Которые начнут Будут в сентябре Они С них и надо Начинать Для тех Кто еще совсем Вот просто коснулся Где-то И заинтересовалась Вот пожалуйста Возможность Потому что Без этого Вот без этого Без разворота К себе Без Целостности Ну как бы В инфодайвинге Нечего и делать На самом деле Не то что В инфодайвинге А вообще Если Если Хотите Свою жизнь Сделать Счастливой То без этого Никак Без разворота К себе Без целостности Ничего не будет Поэтому Это Начало Начал С чего Надо начинать Если Вам Интересны Вы сами И вы Искренне Хотите Свою жизнь Сделать Счастливой Не Подстроить Ее Под кого-то Или там Подстроиться Самому Да Или Как-то Обхитрить Нет Если вы Хотите Искренне Искренне Хотите Свою Сделать Счастливой Только Разворот К себе Это Начало Обрушения Объективной Реальности Когда Становится Очевидно Что Есть Только Субъективная Реальность И Человек Начинает Фиксировать Моменты Когда Он Видит Что Это Именно Он Создает И Начинает Брать Ответственность За то Что Он Создает Это Самое Начало Это Точка Старта Но Если Уже Мы Говорим О Субъективном Восприятии Субъективной Реальности Туда Становится Понятно Почему Мы Проживаем Именно Такие Сценарии И Зачем Мы Проживаем И Вообще Все Становится Понятно Тогда Становится Понятно Как Видеть Другого Человека Насквозь Но Это Ж Я Я Себя Вижу Насквозь Конечно И Тогда Я могу Рассказать Человеку Где он Косячит Где он Не так Поступает Становится Понятным Именно За счет Того Что Ты Убираешь Полностью Все Программы Ты Знаешь Что Именно Программа Не дает Видеть Слышать И Чувствовать И Это Начинается С ответственности Да И Именно Субъективная Реальность Только Субъективная Реальность Реально И Только Она Позволяет Например Вывести Ребенка Из-за Аута Вывести Маму Из-за Аута И так Далее То есть Если Человек В Объективной Реальности Считает Потому Потому Что Он Имеет Какое-то Классное Образование Потому Что У него Там Какие-то Наработки Потому Что Аутизм Неизлечим Что Там Надо Работать С Этим С Этим С Этим И Вот Это Неизменные Процессы А вот Это Изменные Вот Это Вот Это То Оказывается Если Мы Заходим Субъективной Реальности То Что Подходит Одному Не Подходит Другому То Что Является Приговором У одного У другого Это Легкий Вариант Который Легко Убрать И Нет Двух Одинаковых Аутизмов Нет Двух Одинаковых Онкологий Нет Двух Одинаковых Сахарных Диабетов И так Далее Это Все Разные Варианты Но Почему-то Люди Их Объединили По Какому-то Принципу Водин И Считают Что Всем Подойдет Один и тот Же Метод Лечения Это Неправда У Всех Будет Разный Подход И Результативность Будет Разная Потому Что Причины Психические Разные Потому Что Подсознание Запускало Болезнь Зачем-то И Вот Это Зачем Когда Вы Видите Вы Конечно Можете Тогда И Корректировать Но Тогда И Вы Себе Не Можете Нанести Вред И Вы Себе Не Можете Сделать Что То Не То И Так Далее То Ваша Психика Полностью Держит Контроль Над Сознанием Человека Потому Что Это Удивительная Штука Но К Этому Надо Пройти Через Расширение Сознания А Вот Расширение Кстати Удивительная Вещь Когда То Когда Мы С Психику Самые Первые Книги Инфодайн Над Сознание Инфодайн Под Сознание Когда Зашли За Гипноз И Пошли Дальше Нам Казалось Что Психика Это Все И За Психикой Ничего Нет Потом Мы Обнаружили Мир Мертвых Поняли Что В Переотражении То Есть Мир Антимир Жизнь Антижизнь И Значит Что То Есть Нам Казалось Все За Миром Мертвых Ничего Нет Потом Мы Ушли Дальше Первая Матрешка В Расширении Нам Казалось Тоже Ничего За Ней Нет Потом Вторая Потом Сейчас Прошли Девять Матрешек Через Девять Матрешек Мы Поняли Как Преобразовать Свою Психику Таким Образом Чтобы Видеть Все Насквозь И Осознавать Полностью Упростить И Чтобы Этот Уровень Игры Который Уже Но Это Опять Таки Преобразование Которое Мы Сейчас Проживаем На Собственном Опыте И Кажется Ну За Этим Ж Дальше Ничего Нет Но При Этом Если Мы Знаем Математику Мы Все Таки Заканчивали Вузы И Математику Учили Мы Понимаем Что Дальше Все Интересное Только Начинается Но Оно Начинается С Другой Точки Старта Нет На На Самом Деле Нет Ничего Конечного Все Бесконечно Все Абсолютно Но Точка Старта Уже Однозначно Ты Создаешь Реальность И Не Может Не Проявиться То Что Ты Создаешь То есть Других Вариантов Просто Нет И Дальше Вопрос Игры Во Время Для Того Чтобы Создалась Иллюзия Коллективной Игры И Что Это Не Ты Но При Этом Уже Произошел Выворот Если До Девятой Матрешки Наше Подсознание И Надсознание Воюют Идет Предательство Друг Друга И игра Построена На Предательстве То Там Резко Меняется Направление И там Война Заканчивается А идет Взаимопомощь И Взаимовыручка И Это Совсем Другая Игра Начинается И мне Вот эта Игра Уже Интереснее Намного Интереснее Более Как мы С тобой Говорили Вообще Имеет Смысл Создать Новое Коллективное Вот В этой Игре Что Мы Сделаем Вот Сегодня И Выведем Это В проживание Людьми Преобразование Психики Для Чего Для Того Чтобы У нас Было Другое Коллективное Другое Игре Это Это То же Самое Как Мы Говорили Что Для Того Чтобы Предприятие Какое-то Которое Уже Начало Разрушаться Да Чтобы Его Сделать Снова Поднять Надо Полностью Изменить Персонал Старое Полностью Выгнать Старое Да И Вот Это Об Этом же Поэтому Коллективное Да В новой Игре Оно Необходимо Новое Ну Смотри Тогда Разрыв Между Людьми Которые Пришли В эту Точку Игры Да Когда У них Преобразуется Структура Психики И У них Восприятие Ведь Смотри Те же Самые Наши Стажеры И наши Ученики Они Точно Так же Глядя Насквозь Точно Так же Валят И Говорят Ту информацию Которая В яблочко Идет Точно Так же То есть Они Натренированы Они Прошли Этот Путь И Многие Из них Имеют Не одну Сотню Программ За спиной И Это Видно Они Проделали Этот Путь И За Этот Путь Их Точка Сборки Восприятия Сместилась Их Сознание Расширилось И Они по-другому Начали Смотреть На Жизнь И Новый Человек Приходя И Глядя На Это Все И Говорит А я Тоже Так Хочу Завтра А Это Путь Длинной Не В Один Год Но На Самом Деле По Правилам Игры Это Суть Игры Суть Вот Я Только Хотела Сказать Что Суть В Этому На самом деле Наташа Не Один Год Да Есть Кто-то Как Гений Кто-то Не гений Кто-то Быстрее Берет Суть Вот Взял Суть Это Все От Интеллекта Зависит На самом деле Интеллект Насколько Сильная Штука Интеллект И Один Человек Может Взять Материал Мгновенно Суть Выжимку И Следующий Следующий А другой Будет Повторять На То Еще Не Факт Что Возьмет Эту Суть Это От Этого Есть Такое Есть Такое И Поэтому А я Вообще За то Чтоб Человек Сам Выбирал Все Программы Имеют Название Если Что-то Закрыто Если Человеку Надо Какое-то Расширение Он Может Написать Что Я Хочу Такую-то Закрытую Программу Дайте Доступ Там Где Мы Состояние Передавали В принципе Человек Может Начать И пройти Большинство Сам По Видеозаписям По книгам Это так Особенно Вообще С книг Если начать Ну Книг А если Еще Добавить К ним Конечно Записи То да Но Даже Хотя бы Книги Пройдя Все Книги Книги Только с Курсами С Курсами Вот Только Да Я тоже Понимаю Это А как Ты Точку Сместишь Иначе Где-то Примерно На Не помню На третьей Наверное Книге Уже У человека Без курсов Будет Да Да Я тоже Застревание Потому что Точка Спорки Восприятия Дальше Не двигается И дальше Пойдет уже Фантазия Будет только ум Работать Фантазия И он будет Бредить 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 И он Застрял И дальше Ничего Не будет А для того Чтобы Двинулась Дальше Надо Состояние А состояние Можно взять На курсах Именно Когда мы В состоянии Да Да Чего же мы Не повторяем Курсы Именно по этой Причине Что именно Состояние Там ресурс Там Вот именно Состояние То есть Если ты Проходил Это все И точка сборки Ехала То вот Здесь Сюда Сдвигали Здесь Сюда Сдвигали Здесь Сюда Сдвигали То взять И когда ты Находишься Здесь Давать Это Уже Не сможешь Другое Будет Ты уже Своё состояние Передаёшь У человека Разрыв Получается Не в состоянии Воспринять Эту информацию Да Только когда В моменте Вот именно В моменте Это Да Да Но в любом Случае У людей Сейчас Появляется Шанс Шанс На то Чтобы Прийти На то Чтобы Быстро Войти Развернуться К себе На то Чтобы Дойти До целостного Восприятия Пускай Это маленькая Но целостность И вот С этого Восприятия Дальше Пойти Работать Когда Ты Очищаешь Своё Зеркало От Злости Вины И обиды Ненависти Лени Лжи И так далее Там Очень много По сборке себя Программ Когда ты видишь Что Ну вот Смотри С возрастом Любой человек Абсолютно Кто придёт После 50 У всех У 100% Есть проблема Внутреннее Раздражение У всех То есть Это основа Старения Вот это Брюзжание Вот это Недовольство Вот это Претензионность Капризность И так далее Который Дальше С возрастом Будет Только Укрепляться И усиливаться И поэтому К старости Будут Говорить Вот Детенее Человек Да Вот Она всё равно Вылезет Прорвётся Ну так ты Начни работать Сейчас Это сохранит Тебе молодость И здоровье Сейчас Останови Старение Вот только Этим Ты уже Наполовину Остановишь Старение Своего тела Ты увидишь Как отреагирует Кожа Ты увидишь Как отреагирует Тело На это Ты всего лишь Убираешь Вот это Старчество Из себя Кстати На эту тему Посмотри Блогеров Которые Сейчас В ТикТоке Известных С миллионами Просмотров Красавиц И красавцев Они все Сидят Вот на этом Раздражении Старческое И ролики Записанные Претензионные Вероника Степанова Там Мужик Этот И все Остальные Они Реально Находятся Все Вот в этом Раздражении И они Стоят На точке Перехода Куда Идем Конечно В старость Идем Чего ты Бурчишь Ты в своей Злости Сидишь И ты думаешь Ты молодеешь Нет Ты уже Детенешь Ну в чистом виде Но Не развернувшись К себе Начать Прорабатывать Эти вещи Бесполезно А если Ты уже Развернулся И если Ты уже Собрал Какую-то Целостность Небольшую То дальше Иди Расширяйся Убирай Убирай Грязь Свою Убирай Чисти Осознавай Расширяйся Вот это путь Тогда ты сам Выбираешь Сегодня я Прорабатываю Это Завтра Это Ты знаешь Инфодайвинг Это та платформа Которую На самом деле Люди Давно-давно Ждут Пишут В эзотериках Придет Придет Вот она Вот Это чистая Искренность Где ты Полностью Отвечаешь Сам за себя Ты осознаешь Что мир Субъективен Необъективен И что Ты только И есть Это твой мир Человек же В ожидании Ждет Инопланетян А человек Продолжает Ждать Спасителя И Ждучи Этого Спасителя Он придумывает Этого Спасителя В разных Образах Только не в себе Он его никак В себе Не хочет Увидеть Он и придумывает Инопланетян Он придумает Вселенную Там Не знаю Что там еще Что еще Бог Все Что угодно Но только Он должен Этот кусочек Сыра Прийти Откуда-то А я Буду сидеть И ждать Этот кусочек Сыра И вот так И сидит Ждет И не растет И при этом Вот даешь Чистую Родниковую Ну образно Воду Просто чистую Искренность Воду Даешь Нет Он не хочет Он не хочет Это страшно Для человека Это непонятно Для человека Как это я буду Видеть себя В других Людях Как это я буду Видеть себя В каких-то Событиях Нет Это они Виноваты Это вот Это все Виноваты А я такой Белый Пушистый Я сижу Жду спасителя Я очень Хороший Мальчик Или девочка И боженька Увидит Какой я хороший Придет И меня И спасет Слушай Как очевидно Да Вот говорю Прям в потоке А прям вообще Смотри Какие детские программы Да Да Очевидно Вообще Просто И сам С места Не сдвинется Мамка Сказала Или папка Сказала Сидеть здесь Если не двигаться Представлять Реально Детей Да Да Точно так же Я последнее время Начала встречать ролики Когда люди начали Читать Библию Да Это написано Здесь Там Тексты Противоречащие Друг другу Там Про сотворение Мира Про Адама Еу И там В разных местах Написан Разный бред И человек Вот просто читает Из разных мест Вырывает И сопоставляет И А это не соотносится То есть Ну видно Что бред написан То есть Вот эти моменты И дальше Начинаются Там Глубокомысленные Оправдания Заключения Там и так далее И я как-то так Когда вот эти ролики Попадаются Подбрасывает Думаю Ну блин Ну ребята Ну возьмите это Все из себя Что вы Выносите ответственность На книжку Которую Хрен знает Сколько раз Переписывали И вы почему-то Считаете ее Самой продвинутой Книгой в мире Почему Непонятно Она уже тысячу раз Миллионы раз Переписана Под определенную Тему Да И там Там столько Бреда написано Что нормальный В нормальной голове Не укладывается Но при этом Человек Да точно так же И не только В ней Человек Выносит Любое Учение Религиозное Любое Там тоже Такой же бред И споры На тему бреда Как правильно Так неправильно И дальше Можно даже Воевать На эти темы Невероятно И вот Ты говоришь Важно Чтобы себя не ходить Вот А я вижу Постоянно Только одну картинку И при этом Человек сидит На одном месте И ждет Ждет Вот сейчас Эту тарелочку Подадут Вот эту Вот сейчас Инопланетяне Прилетят И разный бред Как сны Просто вот сны Бредовые сны В бреду В болезнях Вот оно В болезнях Бредовые сны Развернись к себе Смотри Как религии Поработали Те же самые Персидские темы Да Ведь Было Персидское царство Государство И были Ученые мужи И наука И культура И так далее Расцвет на тех землях Где сейчас Находится Ирак Иран Пакистан Ведь там же Был расцвет Культуры Расцвет математики Алгебры Там и так далее Там был Расцвет цивилизации И в то время Когда там был Расцвет цивилизации Религия Там не была Не цвела Таким бойным цветом Как сейчас И соответственно Не было Такого Удушения Женщин Как сейчас И посмотри Что сделала Религия Как она Задушила Убила Затоптала И как Деградировала Сейчас общество Напрямую Связанные вещи Да Имеющие уши Да Услышать Посмотрите Почитайте Про Авицену Про Альбухари И так далее Про тот период Про развитие В то время Именно Да И посмотрите Что сделала Религия Сейчас Все это связано С женщиной С ее развитием Именно Женщина Это мать Мать Это материя Земля Мать Да И если Земля Недоразвитая Ну вот просто Логически Помыслить Если земля Недоразвитая Да Ну вот Недоразвитая Что на ней вырастет Хорошо если еще Что-то вырастет А если вырастет Оно будет кривое Убогое Слабое Очевидные вещи Очевидные И кстати О цивилизациях Да Вот Люди часто Очень спрашивают А какие были Цивилизации А вообще Были ли они Понимаешь Оно очевидно И под носом У нас Смотри Были Цивилизации И были И совсем Недавно были Здания Ведь сохранились Как бы их не уничтожали А сохранились Невероятно Вот эти замки Разные В разных уголках мира Невероятные Тонкой работы Замки Ну не повторяют Сейчас их Ну никак Не повторяют Все Единственное Только то Что их там Эти единицы Замков Берегут Да А то даже Разрушают Еще Упрощают их То есть Идет Упрощение Так же Как с теми же Картинами Идет Упрощение Уже Обезьяны Там слоны Рисуют Картины И это Миллиарды Долларов Стоит Ну Очевидно Деградация Очевидно И все И все Это Связано Именно Женщиной Женщина Мать Которая Если она Неискренна Если она На выгоде Или же Если она Затюкана Или же Она спрятана Все На этой земле На этой материи Здоровой Жизни Не будет Будет только Угасающая жизнь И это Вот опять-таки Мы приходим К интеллекту Насколько важен Интеллект Женщины Насколько важна Искренность И чистота Женщины Если женщина Подстраивается Если женщина Ужимается Если женщина В страхе Исход Однозначен Один Камнем вниз Повтор Цикличность И разрушение И никак По-другому Да А для того Чтобы Ой Какая должна быть Женщина Сильная Чтобы Проявить Эту искренность Свою Это невероятно Сложно В обществе Мужчин Очень сложно Очень сложно Потому что Мужчины По своему восприятию Они разрушители На самом деле Разрушители Которые не слышат Никого Никого Они полностью На своей волне Как капризные дети Которые Покуют ногами И бьют И ломают игрушки Разрушители Да И не слышат Никого И тогда Получается Женщине Надо тоже Разрушить Что и делает Периодически Цивилизация Земля Цивилизация Исчезает Это женщина И все Эта сила Проявляется Невероятная Природная Сила Которая Сбрасывает Вот этот ум Разрушительный ум Чтобы заново Родилась жизнь И эта сила Нужна И вот эта же Эта сила Это в женщине Сила Сила жизни Ради жизни Это глубина Которую Просто Осознавая ее Даже ее Осознавая Эту глубину силы Да Мы с тобой ее Осознаем Решиться на нее Это надо Очень Одно дело Решиться Другое дело Знать что делать Да Да Понимаешь Ведь везде Надо все Положить Так чтобы жизнь Сохранилась Потому что Чтобы жизнь Сохранилась Чтобы жизнь Игра пошла В русло Потому что Можно каприз Да Потому что Можно каприз Капризульку Включить Топнуть ногой И все Разрушить Да Мудрости Та нет Здесь И вот Не знаешь Что делать На самом деле Да Еще знаешь Что делать А сила Уже Сила Уже Осознаешь Эту силу И сила Это в женщине Однозначно И видишь, в любом случае надо заход в коллективное, в любом случае надо, чтобы были единомышленники, в любом случае надо, чтобы ты смотрелся в зеркало и видел в отражении свет. Свет, чистый свет, искренний свет, где люди интересны сами себе, где им интересна их собственная жизнь, где они все делают для себя, где они играют в свои игры. Где нет вирусов. Где нет вируса. А когда мы вот так говорим, нас можно сразу забанить, ой, это про эгоизм, это глупо, а как же под клиента подстроиться. Точно так же и нам надо подстроиться под клиента, создать систему входа в инфодайвинг. Одному надо войти через злость, другому через ложь, через обиду, третьему через разворот к себе, а четвертый не способен вообще через себя входить. Ему надо плавно понять разницу между гипнозом и инфодайвингом и медленно двигаться вперед по этим сонным состояниям, в принципе, как наука предписала. И в какой-то момент да будет тебе счастье. И потом только он дойдет, что, блин, это ж я шел, а я же шел в себя точно. Это ж так или иначе мне придется эту злость, обиду, вину прорабатывать. Все равно ее придется прорабатывать. Все равно ты придешь к себе искреннему и открытому. Но у каждого точка входа своя. Своя. Своя точка входа и начинать надо только с себя. Вот эти три курса, которые у нас в сентябре, это просто начало новой жизни. Начало жизни. Это новая возможность. Новая возможность. Это вот просто действительно открывается дверь. Входи. Мне когда-то понравился образ, я уже приводила на стримах, образ возможностей, которые привел все время Александр Леонидович Лавров. Это ГРУшник такой российский, интересный мужик. Вообще бесконтактный бой был. И он говорил, возможность, вот представьте, как выглядит возможность. Вот есть куб, он вращается. И у куба на одной стороне есть дверь. И возможность только в моменте здесь и сейчас. Вот она подвернулась и входи. Потому что если ты пропустил, ты войдешь в стену. И дальше этой двери не будет. И ты не знаешь, когда она снова повернется и под каким углом она будет стоять. Поэтому если ты оказался напротив открытой двери, входи в нее прямо здесь и сейчас. Не жди другого варианта. Вот эта дверь открывается в сентябре. Вот эта дверь открывается. Разворот к себе. Начало. Да. Вот в сентябре будет открытая дверь возможности войти в инфодайвинг. В здоровый, в здоровый, это знаете как, в здоровый мир, да. Войти в здорового себя. Развернуться к себе и двигаться в себя. В любовь, в счастье. Да. И сбросить. За колошматить. Уже, да. Уже. Вот оно. Вот, вот. И вот сейчас эта возможность, это единственная возможность, когда можно изменить. Тут не изменить. Тут именно войти в здорового себя. Просто в здорового себя войти. Развернувшись. Слушай, я сейчас говорю это все, а я понимаю, насколько, прям осознаю в моменте, насколько вовремя, прям вовремя, я вот прям чувствую вот этот, знаешь, поток, который, который прям сейчас-то. И ты знаешь, как в инкарнационном цикле, когда собирается игра, собираются игроки, и потом дверь открывается, и пошли. Вот это вот сейчас сентябрь. Дорогу осилит идущий. Идущий. Дорогу осилит идущий.